Девушки отдыхают В многосерийном телевизионном фильме «Разлучённая» В главных ролях Кармен Даниэльс, Лилиана Абуд Авторы сценария Каридат Браво Адамс и Луис Мурено В фильме также снимались Летисия Пердюхон, Хуан Пилайс, Лус Мария Херес, Серхио Рамос и другие Композитор Хорхе Винданя Режиссёр Клаудио Райес Продюсер Эрнесто Алонс Я хочу поздравить сеньоров Ривера Кентано Мне кажется, это прекрасно Я знаю, что такое потерять любимого человека Как хорошо, что у них есть средства, чтобы через этот фонд помогать людям Я прошу вас почтить память Давида Ривера Кентано Какая наглость, как она осмелилась произнести имя моего сына Валентина Подожди Прошу тебя, успокойся Я не могу успокоиться Какое право она имела упоминать имя Давида, которого она даже не знала Как она посмела Пожалуйста, Валентина На нас все смотрят Пожалуйста, успокойся Это был прекрасный жест Вернуть вещицу и слоновой кости, чтобы её снова разыграли Это просто фарс Фарс? Почему? Не понимаю Что ты этим хочешь сказать? Объясни Это ты мне объясни Чего она добивается? Хотела произвести впечатление на тебя? Валентина, сейчас не время Эта хищница хочет поймать тебя Большей глупости я не слышал Похоже, она своего добилась Но у этой потаскушки ничего не выйдет Валентина Все горяченькое Спасибо А ты не будешь есть? Я поужинала, папа Что так? Лягу пораньше Завтра рано вставать Мне нужно причесать невесту Бракосочетание рано Ладно Кстати, как тебе нравится, мой друг, Кальдерон? Не смешайся, дочка Это естественный вопрос Какого отца не беспокоит будущая дочерь? Ты меня понимаешь? Да, папа, но я... Что? Только не говори мне, что Роберто тебе не по вкусу Да нет Тогда что? Мы сходили в кино Он пригласил меня поужинать Мы хорошо провели время Ты слышала? Кальдерон прекрасный адвокат И пойдет очень далеко Тебе не надо стесняться Ты с ним не пропадешь Когда нас уже не будет Ай, папа, до этого еще далеко Кто знает, на все воля Божья Доченька, Мануэль прав Подумай Хорошенько Даже если он не очень тебе нравится Ты должна Обратить на него внимание Видишь? Ни один я думаю о твоем будущем И слушайся к добрым советам родителей Тебе, наверное, было жаль Расставаться с красивой вещицей И слоновой костью Ты бы могла продать ее И получить кругленькую сумму Такая мысль мне и в голову не приходила Я неплохо зарабатываю Пусть эту вещь еще раз разыграют И получат для фонда больше денег Да, конечно Но мы все-таки расскажем В Керитаро о твоем красивом шесте Внимание Дамы и господа Прошу минуточку внимания Сеньора Ривера Кентано Желает объявить о большом сюрпризе АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Большое спасибо. Я в восторге от нашего сотрудничества. И сейчас, как дополнительный приз, предлагаю разыграть последнюю модель автомобиля. Надеюсь, что все примут участие. Спасибо. Она в пику тебе сделала этот жест. Не смогла пережить того, что ты пожертвовала этой вещицей. Я хорошо знаю, Валентину. Сегодня ты обрела опасного врага. Это здесь. Здесь. Вот этот дом. И ты здесь живешь? Да. А что? Я от вас этого и не скрывала. Более того, я сказала об этом тебе на работе. Да, но... Мне нравится жить здесь. Я надеюсь, что тот, кто меня уважает, не будет стыдиться. Но разве не опасно ходить по таким местам тем, кто так хорошо одет? Нет, Камила. Просто вы не знаете, какие люди живут здесь. Они тебя оберегают, защищают. А меня еще и любят. Надеюсь. Они друг за друга жизнь отдадут. А когда кто-то просит об одолжении, то помогают с удовольствием. Я не сомневаюсь, что после твоего успеха ты будешь окружена богатыми поклонниками. На этом празднике присутствовали сливки Мехико. Да, без сомнений. Но знаешь что, Инесс? Я никого не хочу знать. Я тебе еще не рассказывала, что познакомилась с прекрасным человеком. И он богат. Правда? Да. Богат сердцем. Более того, он пожарный. Хотите зайти? Нет, спасибо. Нет? Ты мне не ответил, почему ты так поступил. Ты унизил меня. Ты пожирал ее глазами. Пожирал глазами? Это уже предел, Валентина. Она стала хозяйкой праздника. Да что она сделала? Ее пригласили друзья. Инесс и ее муж. Не понимаю. Простая служащая магазина появляется в таком вызывающем платье. Все на показ. Я не хочу больше продолжать этот разговор. Все, спокойной ночи. Надеюсь, тебе удастся уснуть. Я тоже хочу спать спокойно. Я переночую в комнате для гостей. Вот и хорошо. Я тоже не хочу спать с тобой. Ты выглядишь... Просто прекрасно. Великолепно. Твои руки... Твои волосы... Аромат. Хватит, Луис, пожалуйста. Правда. Кажется, что ты нереальна. Ты как... Картина. Я такая же реальная, как и ты. И живу я в этом доме. С теми же людьми, что и ты. Я такая реальная, что чувствую себя усталой. Знаешь, что происходит? Очень утомительно находиться среди людей, чеславных, чванливых, которые кичатся своим происхождением. Женщины неискренни. Мужчины похваляются своим богатством. Тогда я провожу царицу домой отдыхать. Это мне кажется разумным. Но каждый к себе домой. Конечно. Спокойной ночи. Нет, нет, подожди немножко. Только чуть-чуть. Мне очень хотелось посидеть вот так. Просто смотреть на тебя. Я уже давно тебя жду. Решил уснуть на скамейке, но я думал об этом празднике, на который ты пошла, о людях, той среды, которой ты принадлежала. Правда, Виктория. Мне теперь совершенно понятно, что я не для тебя. Пожалуйста, Луис, не говори мне больше этого. Не повторяй. Если бы мой папа знал тебя, он бы думал то же, что и я. Что я ничего не стою. Пожалуйста, Луис. С тобой я себя очень хорошо чувствую. Я самый счастливый человек в мире. Ты мне не веришь? Как я могу отблагодарить тебя за это? Своей лаской. И любовью. Субтитры сделал DimaTorzok Это мне не нравится. Привет, привет. Привет. Добрый день, Дон Абель. Добрый день. Привет. Тони, как ты выглядишь? Как? Как? Усталым, сынок. На тебе лица нет. Разве это жизнь? Спишь днем, а ночью работаешь. Так недолго. И заболеть. Надо себя беречь. Что поделаешь? Конечно. У меня нет права вмешиваться в чужую жизнь. Но ты же знаешь, я тебя уважаю. Поэтому и советую тебе сменить работу. Днем надо работать, а ночью отдыхать. Еще почему бы тебе не жениться, Тони? Доня Кета, кому я нужен? Какая чепуха. Главное, чтобы было желание жениться. Доня Кета, ты нравишься, Беатрис? Мне кажется, что из вас получилась бы хорошая пара. Я говорю тебе это ради твоего же блага, Тони. Подумай над моими советами. Конечно, Доня Кета. Спасибо вам. Это те же советы, что дает мне в письмах моя мама. Вот видишь. Увидимся. До встречи. Пока. Полезный... Я пришла. Ну, как дела, дочка? Очень хорошо. С моей прической невеста выглядела отлично. Ты такая же будешь на свадьбе. Садись. Я принесу поесть. Ты, наверное, проголодалась. Нет, мама. Больше всего я хочу спать. Я рано встала. А я никак не мог уснуть. Ворочался в кровати. И вдруг услышал разговор во дворе. Я встал, подошел к окну. Ну, и что ты думаешь, я увидел? Понятия не имею, папа. Я увидел Уиса с Викторией. Они ворковали, как голубки. Мне стало так противно, что я отошел от окна. Просто безобразие. Так что я не знаю, чем там у них закончилось. Какие свиньи. Нет, правда, свиньи. Да, Бенни. Так и было. Мы вчера долго разговаривали, я не мог об этом и мечтать. Ты об этом говоришь так, будто я сам это пережил. Не издевайся, пожалуйста, Бенни. Единственный, кто это пережил, так это твой сержант. Нет, правда, я безумно счастлив. Она ответила на мою любовь. А знаете, как это было? Она поехала на прием в таком наряде, что была похожа на принцессу. И когда она возвращалась, подошла ко мне. Посмотрела мне в глаза. Я посмотрел на нее, и меня как обожгло. Ведь она там встречалась со многими молодыми людьми, богатыми. А я просто пожарный. Постой, постой. Ну и что, что ты простой пожарный? Скажи, кто из них, этих богачей, будет рисковать своей жизнью, чтобы спасти чужого? Нет, братишка. Думаю, что ты ошибаешься. Эти сеньоры могут иметь деньги и все, что угодно, но они не лучше нас. Поверь. Ты прав. Извини меня, я не это хотел сказать. Ты извини. Ладно, а что было потом? Я просто подумал, могу ли я равняться с этими людьми. Она была очень богата, а я... Как говорится, теперь ты будешь ходить годовалым бычком. Годовалым бычком? Нет, Бенни. Взрослым быком. Думаю, не стоит вмешиваться в жизнь Луиса. Он теперь у нас жених. И дело обстоит серьезно. Это личные вопросы, касающиеся только его. Послушай, нет. Вам я могу рассказать все. Вы же мои друзья. Мои братья, мои товарищи. Спасибо. И пусть об этом знают все. Слушайте все. Сержант Луис Торрес влюблен. Поздравляем, сержант. Соблюдайте тишину. Уже несколько дней я ничего о вас не знаю. Я очень занят. Но мне нужно знать, не приходила ли снова та девушка, которая спрашивала о фирме Кентана. Нет, ее не было. Если она снова придет, сразу сообщи мне. Вы же знаете, что я всегда к вашим услугам. Очень хорошо. Дай мне пришедшую корреспонденцию. Много накопилось. Я вам сейчас принесу. Войдите. С вашего разрешения. Что у тебя, Сара? В белье появилась эта рубашка, и мне кажется, что она не ваша. Как это не моя? Откуда она взялась? Я же говорю, что в грязном белье. Дай мне посмотреть этикетку. Она моя. Я просто ошибся и купил маленький размер. Я тебе ее дарю. Делай с ней, что хочешь. Спасибо, сеньор. С вашего разрешения. Иди. Добрый день. Добрый день. Вы не знаете, в какой комнате сеньора? Насколько я знаю, ни в какой сеньор. Не может быть. Я уже убрала все комнаты. Осталась только комната Давида, но она закрыта на ключ. Хорошо, можете идти. С вашего разрешения. Валентина. Открой, Валентина. Валентина. Слушаем. Слушаем. Андрес? Что? Скажи, не с тобой, Валентина. Она не осталась у тебя на ночь? Нет. А что произошло? Слушаю. Хорошо. Синьор. вышла из дома, и кто-то из вас должен был видеть ее. Я ничего не видел, сеньор. Я ложусь рано, и моя комната в глубине дома. Я тоже ее не видела. Я говорила, что не знаю, сеньор. Не может быть. Кто-то что-то должен знать. И он мне об этом скажет. Кто-то должен был что-то заметить или услышать. Извините, сеньор, после того, как я вас привез, мы пошли спать. Может быть, сторож знает. А почему ты его не позовешь? Сходи за ним. А вы можете идти. С вашего разрешения. С вашего разрешения, сеньор. Можно уйти, сеньор? Проходите, проходите. Вы уже знаете, что меня интересует? Да, сеньор. Я видел, как сеньора уходила. Когда? Сегодня утром? Да, но скорее ночью. Было около трех часов ночи, когда она попросила меня открыть ворота. Она сама была за рулем? Почему вы мне не сообщили? Я подумал, что вы уже знаете об этом. Нет, нет, я плачу вам не за то, что бы вы думали. Вы уволены. Всего хорошего. Но, сеньор... Что, сеньор? Откуда я знал? Все, разговор окончен. Валентина. 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 Ты что там увидела? Сеньор... И Виктория? Как тебе это нравится? Возможно, ее пригласил на праздник сеньора Гира? Он же ее крестный? Да, но на фотографии она не сеньором Агиро, а с сеньором. А ты обратила внимание на ее элегантное платье? Аврора, неужели ты думаешь? Тут и думать нечего. Похоже, Виктория непростая служащая в этой компании. Я много лет работаю секретарем у сеньора. И никогда не была с ним на подобном мероприятии. По правде говоря, она выглядит здесь супер элегантной. Добрый день. Добрый день. Я думала, что ты придешь позже. Нет, я всегда прихожу вовремя. Ну, ты же вчера легла поздно. Конечно. Вы имеете в виду праздник. Он был восхитительным. Меня на него пригласили знакомые из Керетара. Друзья нашей семьи. Господа Альтамирану. Сеньор Инесси, подруга жены сеньора Риверы. Здесь много фотографий, но сеньор на единственной вместе с тобой. Андрес уже ушел? Нет, сеньорита. Мне нужно поговорить с тобой. У тебя есть объяснение тому, что ты вчера выкинула? Ты не отдаешь себе отчет в том, что заставила сеньору Валентину пережить неприятный момент. Я не знаю, что вы имеете в виду. Не притворяйся наивной. У тебя не получается. Ты чувствовала себя центром вселенной. А платье откуда взялось? Я пошла туда, потому что меня пригласили. А когда описывали имущество, мне оставили только одежду. Я всегда была такой. Значит, твой отец оказался на улице? Не касайтесь памяти моего отца. Дело в том, что ты испортила вечер Валентине. А это непростительно. Я не сделала ничего преднамеренно. Я тебя предупреждаю. Это так не останется. Я скажу Эстебену, чтобы он вернул тебя к себе в кабинет. А потом посмотрим. Скажите, это сеньору Ривере, потому что это он хочет, чтобы я работала с ним. А он знает о том, что у вас есть претензии ко мне? Сеньор Ривера занят поисками жены, которая пропала ночью. Валентина. 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 Я не буду тебя обманывать, Андрес. С Валентиной все в порядке. Я испугался, увидев пузырек. Она выпила всего две таблетки. Очевидно, ей хотелось крепко уснуть. Я и сам вижу. Но пойми меня. Забудь об этом. Она не пыталась покончить с собой. Я не уверен в этом. Зачем ехать сюда молчу одной? Можно предположить, что она хотела тебя немного напугать, чтобы привлечь твоё внимание. Но в этом нет смысла. Я её не обделяю вниманием. Выясни всё. Она тебе доверяет. А тебе уже не доверяет. Присоримся по любому поводу. Она всё преувеличивает. Ладно. Я посмотрю, что можно сделать. Нужно действовать спокойно и не надо давить на неё. Сожалею, что доставляю тебе неприятности. Мне кажется, что я прав. Одно дело принять приглашение этих людей на коктейль, и совсем другое – обратить на себя внимание. Мне кажется, что ты преувеличиваешь. Ты сама знаешь, что нет. Все смотрели на тебя и на твоё платье, особенно мужчины. Извини меня, Крёвсман, но моей вины в этом нет. Это платье я купила ещё до смерти папы. Чего ты добиваешься, Виктория? Ничего. Ты простая служащая в компании Ривера, и не больше. Знаю, что я всего лишь служащая. Но я дочь Альфредо Сан Романо, и этого у меня никто не отнимет. Я не умоляю за слуг твоего отца. Я всегда им восхищался. Проблема состоит совсем в другом. Я хочу выяснить, что ты задумываешь. Я не знаю, что ты имеешь в виду. Я не думала, что моё присутствие на этом празднике создаст столько проблем. Крёстный, честное слово. Но это произошло. Если ты хотел обратить на себя внимание Андреса, ты своего добилась. Скажи мне, Виктория, ты до сих пор подозреваешь Андреса в разорении твоего отца? ЗВОНОК В ДВЕРЬ Виктория сможет найти себе хорошую пару. Ей нужен богатый жених. Ну, а я здесь при чём? Я была с Валентиной, когда Виктория пожертвовала то, что выиграла в лотерее. Ты не догадываешься, почему она это сделала? Она сама сказала, чтобы получить больше денег для фонда. Андрес, она привлекла к себе внимание. Это и ребёнку ясно. Это произошло не по её вине. Ну, конечно. Сандра права. Это очевидно, Андрес. Эта девочка хотела, чтобы её заметили. Хотела, чтобы ты увидел, что она не просто одна из служащих. Пожалуйста, следуй моим советам, Виктория. Я больше не хочу проблем. Простите. Звонят по телефону Виктории. Синьор Маурисио Диас де Леон. Ты мне позвонишь, крестный? Да, да, разумеется. Слушай, как дела, Маурисио? Нет, я очень сожалею. Нет, завтра не могу. Я не смогу принять твоё приглашение, потому что у меня есть жених. Ага. В любом случае, спасибо. Пока. Я рад, что ты сказала Маурисио, что у тебя есть жених. Я тебе говорю, этот парень не для тебя. Но я сказала, это не поэтому, крестный. У меня и правда есть жених. Ты говоришь серьёзно? Да. Он хороший человек и очень меня любит. Если я тебе не нужна, я вернусь к своим обязанностям. Извини. Иду, иду. Сынок, извини, что разбудила, но тебе звонят. Ты же дома? Нет. Нет, нет. Но это кто-то из твоих знакомых. Он сказал, что знает, что ты спишь до вечера. Но что это важно для тебя. Спасибо, Доникета. Скажите, что я иду, я быстро. Да, сынок. Большое спасибо. Да. Надеюсь, ты поймёшь. Я попросил Сандру уйти, потому что разговор касается только нас двоих. Как ты всегда всё переворачиваешь. Теперь получается, что виновата я, а ты обвинитель. Валентина, этот разговор серьёзный, и ты меня выслушаешь. Ты больше не будешь так поступать. Я захотела побыть одна. Это что, большой грех? Ты уехала одна ночью. Я волновался. Из-за твоих фокусов я уволил сторожа. Или ты немедленно вернёшься домой, или лучше вовсе не возвращайся. Не то, что бы я хотел, но нужно поставить точку на твоих глупостях. Да, я не пытаюсь шантажировать меня своими мнимыми попытками самоубийства. Те, кто правда хочет умереть, не делают это наполовину. Это для лица? Шуток не понимаешь. Тони, проходи, я знаю, что такое работать ночью. Садись, я пойду за кофе. Спасибо. Я встал, потому что меня разбудила Доня Кета. Похоже, у тебя есть работа. Серьёзно? Да. Неужели? Мне позвонил друг, помнишь, у которого я спрашивал работу для тебя? В ночном центре? Чёрт возьми. Что, ты уже не хочешь? Нет, конечно, хочу, но есть проблема. Я подведу Хавиту и Дона Матеса. Они готовят другой номер для цирка. Но это их работа. Представляешь, они предложили мне номер. Читать мысли на расстоянии в цирке. В ночном центре тебе нужно пройти тестирование, и ты пройдёшь. Ты говоришь так, чтобы успокоить меня. Я не такой человек. Ты симпатичная. У тебя прекрасная фигура. Тони, поэтому я тебя люблю, обожаю. Тони, давай, пей свой кофе. Это не повод, чтобы радоваться. Конечно, шеф, если нам выпала такая честь, и нас выбрали организаторами. Мы теперь будем самой лучшей, правда, шеф? И мы с этим справимся, шеф. Будьте уверены. Я не сомневаюсь, что вы справитесь, но это нелегко. Конечно же нет. Но мы будем праздновать День пожарного. Вот увидите, шеф. Это будет лучший праздник в истории героического корпуса. Что-то, сержант, вы сегодня слишком весёлый. Вы правы, шеф. Кроме празднования Дня пожарного, у нас будет другой повод повеселиться. Скоро, совсем скоро. Какой повод? Не будь сплетником, Самуэль. Так это правда или нет? Он же сам говорил. Пусть все знают, или я это выдумал. Ладно тебе, Бенни. Он правильно говорит. Извините, я волнуюсь. Это потому, что у меня есть невеста. Я очень рад за вас. Давно пора. Если я не ошибаюсь, вы сильно переживали смерть своей жены. Я рад. Время хорошее это и приносит нам забвение. Я бы не сказал, что я забыл. Это, пожалуй, совсем другое. Как светлая надежда, которая родилась во мне. Если мне не откажут, то мы все вместе это отпразднуем. Очень хорошо, Луис. Поздравляю. Большое спасибо, шеф. Лолита! Привет! Как дела, Луис? Хорошо, спасибо. Пришел за Викторией? Конечно, она закончила. Не знаю. Она за мной не спустилась. Ты же знаешь, какой сеньор Ривера. Его не интересуют чьи-то планы. Ладно, я ее подожду. Даст Бог, придет. Жди. Я бы побыла с тобой, но мы договорились с Росальбой и другой девушкой из отдела духов. Росальба? Да, Росальба. Девушка из отдела духов. Мы договорились встретиться в кафе на углу. Не пойдешь? Нет, иди, а ты опоздаешь. Ладно, пока. Я здесь подожду. Виктория сказала, чтобы я ждал здесь. С места не сойду. С места не сойду. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...